В московском цирке Шапито-Корона, который сейчас гастролирует в Подольске, произошел беспрецедентный случай. Здесь львица Софа родила тигра-султана, тигра-львенка. Это уникальное событие для России и первое такое для цирковой отрасли страны. С новорожденным познакомилась наш корреспондент Лили Шарафудина. Сейчас она выходит на прямую связь с лайфом. Здравствуй, Лилия. Как чувствует себя мама? Ну и, собственно говоря, самое важное это вот тигра-львенок. Уже видела его? Приветствую тебя, Юра. Ну и новорожденный тигра-львенок, хочется сказать, лигр, но это совершенно другая история. Именно тигра-львенок чувствует себя хорошо и мама его, впрочем, тоже. Сейчас рядом со мной находится руководитель цирка. Здравствуйте, еще раз Олег. Ну расскажите, пожалуйста, вот мне показалось, что он чувствует себя хорошо. Правда ли так? Замечательно, да. Мы сегодня вот, как заметили, его с самого рождения. И с самого рождения у него видно, как мама к нему хорошо относится и сам он себя хорошо чувствует. И получается, в истории этой львицы это ее первое потомство? Да, это первое потомство. Потому что и папа молодой, и львица молодая. Папа-тигр, ему 3,5 года, маме тоже 3,5 года. И это у них первое потомство. Ну вот, честно говоря, мне казалось, что будь то львенок, это когда получается папа-лев, будь то тигра-львенок, как вот в этой истории, когда папа-тигр, должен быть как-то покрупнее. Он такой маленький. Такие они всегда и рождаются? Ну рождаются они маленькие, да. Прямо чуть больше домашней кошки ведь. Да, но они зато очень быстро вес набирают. Они до года уже могут 100 килограмм весить в год. Поэтому рождаются маленькие, а с месяцами набирают вес. Вот если можно, расскажите саму эту историю любви. Потому что чисто физически, наверное, тоже в принципе необычно, что львица и тигр, как это случилось и как их там, не знаю, чувства зародились? История любви у них зародилась. Когда им было по 8 месяцев, тигры прилетели, отец со своими братьями прилетел с московского зоопарка, а львица прилетела с Сочи, и они стали жить вместе. Две львицы и три тигра. Вот. И уже каждая львица к своему тигру проявляла какие-то симпатии. Вот. И сложились такие парочки, которые вот... И мы все равно как бы рано или поздно ожидали потом. В общем, парочка ячейка общества, теперь у них ребезенок. Что с ним будет дальше? Вот подрастет он. Он тоже останется в вашем цирке и будет с вами путешествовать по миру и чему-то научиться? Да, конечно. Мы хотим, чтобы этот тигролев стал звездой нашего цирка, потому что мы хотим радовать нашего зрителя, нашу публику. Мы каждый раз удивляем наших зрителей. И вот хотим этим тигролевом уже на манеже цирка удивить. Ну вот, получается, в ближайшее время вы будете в Подольске. Дальше вы куда двигаетесь? Ну, в ближайшее время у нас гастроли по Московской области. Мы только приехали в Московскую область. Подольск – это первый город в Московской области. И будем пока здесь. Вот сейчас этим телезрителям, кто, может быть, никогда не видел и не слышал о таких вообще возможностях, как рождение тигролевенка, тигролевенка. Где его потом мы можем увидеть? Когда же, может быть, подрастет, начните показывать его. Потому что пока вот сейчас я объясню, почему мы ближе не подходим к клетке, потому что мама очень переживает. И, в принципе, это ее первый рожденный котенок. Можно же говорить котенок? Поэтому мы ее не тревожим, ближе не подходим. Тигролевенок. Тигролевенок, да. Где же мы его увидеть сможем еще? А увидеть в тех городах, где мы будем гастролировать, зрители могут увидеть. Отслеживать график гастролей могут ВКонтакте, группа «Цирк Корона». Там все отзывы о нашем цирке, о наших животных, о содержании животных. Сколько лет нужно подождать, когда этот малыш тоже выйдет вместе с папой и мамой на арену? На арену это годика полтора надо, хотя бы полтора-два годика. А я думаю, мы доставим такую возможность уже маленького на поводке, чтобы ходил, общался. И удивлялся. И удивлял, да. Спасибо большое вам, Олег. Ну что ж, хочется пожелать здоровья, чтобы он побыстрее подрос. Получается, через полтора года мы уже сможем разглядеть этого тигролевенка где-нибудь на арене цирка вместе с родителями. Юра, вот такая вот история прекрасная. Безумно трогательные кадры, как мама показывает новорожденного тигролевенка в соседней паре из соседней клетки. Они с завистью наблюдают. Действительно потрясающее видео. Большое спасибо, Лили. Это была моя коллега Лилия Шарафудинова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.